В программе Правда 24 есть традиция. Мы иногда пристраиваем нашим зрителям бездомных кошек. И сегодня кошек не будет. У нас были другие животные. С одним из животных мы прямо сейчас начнем разговор. Это лев. Так он себя видит, так его видят поклонники, так его видят его сотрудники, так его видит весь мир. Потому что это Эдгард Запашный. Привет! Привет! Эдгард, я ведь почему насчет льва? Я помню давнишний разговор ваш с братом у Диброва, Димы. И там так получилось, что на самом деле вы-то себя как бы видите львом и вас видят львом, а брата вы определили как тигра, потому что разные характеры у этих кошек, да? Это так, да. А сейчас я смотрю, что вы без гривы остались. Вас привыкли видеть с гривой. Почему? Это директорский статус обязывает? Да нет, ну 21 год я носил косичку. 21 год. И честно признаюсь, что последние года три думал о смене имиджа, но как-то не решался, не было прецедента. Не знал, как так плавно, а вдруг мне не пойдет. А вот так, да? Про это мы думали, да? Моделировал на компьютере, смотрел дома. Честное слово, да. Ну 21 год это все-таки срок. И тут брат поставил новогоднюю сказку, где мы с братом играли индейцев. И у нас были парики. Я думал, вот, я сейчас постригусь, весь Новый год я буду работать все равно в парике. То есть даже если мне это не пойдет, зритель не увидит. А через месяц, а через месяц, ну что-то переделаю, доделаю, обрасту в конце концов. Ну вот и перед Новым годом, перед премьерой в Лужниках я себе косичку и отрезал. Но сохранил ее. Может, ну на аукцион будет ее, кстати, когда-нибудь выставить. Честно, честно, сохранил ее себе, но одна моя поклонница прислала письмо, предложила 100 тысяч рублей за нее. Ну это не серьезно. Мы с Костей Дзю разговаривали, я ему говорил, что нужно за миллион долларов. Ну это Костя. Ну вот это, а это запашный. Ну я поскромнее, не знаю. А я, честно говоря, думал, что может какой-нибудь крупный руководитель или чиновник сказал, ну слушай, Эдгар, ты уже директор крупнейшего цирка, не солидно, надо постричься. Нет? Нет, точно нет. Не было такого дела? Даже примерно разговоров таких не было. Не думал об этом, честно. А пришлось о директорстве, вот мы как раз встречались в последний раз после назначения, вот в какие-то моменты пожалеть, что все-таки приходится заниматься вот какой-то такой рутиной, бюрократической? Пожалеть нет. Слово обида есть, присутствует. Так, на кого? Ну, недоброжелатели активируются. И любой мой шаг, он обсуждается теперь в 20 раз ярче раз. Мне приписывают порой какие-то дела, о которых я даже не знаю. Финансовые? И в том числе. Я в интернете читаю, думаю, ну молодцы, ребята, ну вот вы красавцы. Причем это выдают очень за чистую монету. И, ну, честно, накипело. Мы сейчас с братом подали в суд на зоозащитную организацию ВИТО, которая в очередной раз, спасая какого-то львенка, слово спасая, это еще надо подтвердить. Ну, сказала, что это львенок, замученный братьями Запашными, и он был выбракован львенку там 2,5 месяца, что львенок, оказывается, просто плохо прыгал, с детства оказался непрыгучий. А люди даже не понимают, что в 2,5 месяца львенок ходить-то едва может по-настоящему какие-то пушки. Сейчас у нас уже про львенка зашла речь, давайте мы наш рояль в кустах представим, и медвежонка, которого нам покажет Виктория Александрова, ваша коллега. Да, это ведущая артистка Большого московского цирка со своим будущим артистом. Тайсоном, насколько я знаю. Его зовут, да, Майк Тайсон. Иди сюда, иди сюда. Он, честно говоря, это его первый эфир. Он же мощный зверь. Вот так вот. Иди сюда, иди сюда. Вот сразу мы его будем кормить, чтобы отвлечь. Кошек мы, кстати, не кормим. Откуда взялся зверь и зачем он взялся? Вот Вика расскажет. Виктория. Он сам из Питера, вот, у него есть два брата еще. Так. То есть вы троих сразу взяли? Да, троих. Откуда берутся звери? Откуда вы их взяли? Медведи, честно, это ой, какая не проблема в нашей стране. Ну, надо думать, да. Это правда. Тем более там на Дальнем Востоке, в Сибири охоту у нас никто не отменяет. И очень часто маленькие медвежата оказываются, ну, жертвами. Жертвами того, что их родители убивают охотники, и вот маленькие медвежата. Но в данный случае не такой. Он был разведен у частного заводчика, который знает семью Александровых, знает, что семья очень долгое время работает с медведями. Позвонили, сказали, есть три медведя. Ну, вот три медведя, один из них, будешь сгущенку или нет? Алло, товарищ. У него столько всего. А почему, Виктория, почему Тайсон? Тайсон? Ой, мы ездили на русское радио, и в пользу случая мы попросили слушателей назвать медведя, потому что для нас это была очень большая проблема, у нас семья большая, споров много. И когда он начал лизать ухо моего брата, то посыпался просто шквал мед, и среди них была как раз-таки кличка Тайсон. Было предложение и помпон, но Тайсон как раз-таки ему и больше подошло. Да ему и самому понравилось. А ему понравилось? А как вы определяете то, что ему нравится, помимо сгущенки? Я понимаю, что это определит легко. Не, ну сгущенка, конечно, ему нравится больше. Ну, как-то, да, откликается как-то. Во-первых, имя удобное. Животное ведь запоминает что, не энергетику имени, а произношение этого имени, краткость. То есть, там, назови его, ну не знаю, там, Александр, допустим. Вот пока ты слово Александр скажешь, тебя уже сожрут. А от слова Тайсон резко, быстро, коротко, животное сразу понимает, что о нем еще идет речь. Ну вот как-то так. Виктория, а братьев как назвали? Братьев? Ну, пока опять идут споры. А, то есть еще есть валентности, да? Да, еще есть небольшие споры, да. Ну, брату нравится Вазген. Да. То есть, у нас такой подбор будет. Слушай, он кофе пьет, да. Пускай пьет. Ты будешь кофе? Он пьет кофе тоже, да? Не-не, первый раз в жизни, мне самому интересно. Ты будешь кофе? Не, не хочет. А вот, а третьего, в принципе, я думаю, что он останется яшевым. Подожди, а чай? А чай? А чай. Это же русское животное, оно должно пить водку, я так предполагаю. А, кстати, бывает случай, что употребляют алкоголь зверя? Я видел один раз бухого медведя, честно. Где? 99-й год мы с братом на корабле перевозили животных в Японию. И медведи стояли на верхней палубе. И начался тайфун, и вдруг резкое похолодание. Мы летом везли животных, и температура упала, ну, где-то до плюс 5 или до плюс 7 градусов. Ну, то есть прям резко. И ассистент, не говоря старшему дрессировщику, налил себе, хряпнул, и бутылка у него покатилась. И докатилась, и докатилась до медведя, и медведь вцепился в эту бутылку, затащил к себе в клетку. Ну, естественно, хряпнул. Как у медведя отобрать? Там здоровый медведь килограмм на 200, наверное, был, и все. Но для него и бутылка-то ничего. Ну, тот испугался, ну, это первый раз в жизни был медведь, когда пил. И тот испугался сказать, что так и так бутылка. Дождался, когда медведь выпил, бросил бутылку, забрал бутылку, никому не сказал. А Аскольд, там, через 20 минут прогуливался по палубе. Он говорит, я слышу, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Он говорит, я понимаю, что это не человек. Он говорит, подхожу к клетке, вижу такую картину прутья, пятки уперлись в прутья. Он говорит, вот так вот сидит медведь, вот так лапа, говорит, сидит, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ну, что-то ему уже началось, какой-то приход он поймал. Ну, один раз в жизни это было давно. Ну, вы знаете, как часто недоброжелатели, те, которые вообще протестуют против задействования животных в цирке, говорят, что вы их там спаиваете или чем-то колете, или чем-то оглушаете. Вот я вижу, что зверь-то такой подвижный, так скажем, ничем не оглушенный. А в принципе, когда вы приводите на съемки зверей, вы как-то готовите их? Ну, вот можно я честно скажу? Мы, наверное, прежде всего с Викой решили привезти медведя, дабы наши разговоры уже ни до чего не доходят. Все равно зрителю надо увидеть это. Ну, вот перед вами медведь пять месяцев, живой. У него полчаса. Неугомонный, да. Полчаса, да, видела вся студия, как он тут пытался и стулья двигать, еще что-то. Сказать, что это там наколотое животное, ну, было бы крайне несправедливо. Не целовался бы он так, если бы с ним плохо обращались. Да, если бы он к пяти месяцам чувствовал бы жестокость со стороны человека, наверное, он бы по-другому бы и зашуганный, и забитый. И Вику, вот как свою хозяйку, все-таки бы вот так вот не обнимал, не целовал. Поэтому это все, наверное, стереотипы, которые прививаются теми людьми, которые, первое, а, искренне не любят цирк. Второе, которые не имеют других аргументов, как говорит сам дурак. Поэтому начинают придумывать, начинают нести всякую ерунду. Ну, наверное, надо все-таки наглядно доказывать людям, что цирк, он давно уже мутировал. Хотя надо признать, что среди, наверное, дрессировщиков есть непрофессионалы, есть такие же неправильные люди, как неправильные родители, которые лупят своих детей дома, или там, которые в школах обижают учителей, там, пользуются своей какой-то силой. Вот и все. С этим надо бороться. С этим надо очень сильно бороться. Но обобщать, говорить, что по-другому животное воспитать нельзя, что его надо бить, наказывать, там, я не знаю, колоть, закармливать какой-нибудь отравой, это неправда. Виктория, а вы, ведь у вас не специализация медведей, или это прям вот такая ваша фишка? Вы не дрессировщица. Вообще, у нас родители сирковые артисты. И, говоря вот это вот все время разговоры о том, что животных мучают, бьют. Это, нет, вот с этой темой я даже вот... Папа просто очень хорошо придумал, как это опровергать. Он заходит в вольер к тремя медведям. Они без намордника, они гуляют по большому вольеру, который, кстати, сделали нам Эдгард Аскольдзопашный. И он спокойненько заходит и показывает, что неужели, если бы с медведями плохо обращали, что-то с ним, ну, не знаю, то медведевы бы по-другому реагировали. А так он заходит, медведи... То есть выжирали бы у медведей, там, килограмм. Он заходит, медведей вот целует, занимается. У них три взрослых медведя. Самому маленькому из них 300 килограмм. То есть это триггер, вон. А папа у нее, ну, невысокого роста, человек там, метр 65, не штангист. Заходят эти медведи, его облизывают с ног до головы. Вот. А отвечая на ваш... Медом намазан. Отвечая на ваш вопрос, который Вика забыла. Вика воздушная гимнастка. Очень хорошая. Одна из лучших в большом московском обширке. Ну да, почему вдруг мы медведя? Потому что папа дрессировщик. Почему вдруг решили... Ну, тут и не медведи, а тут еще и собачки у нас есть. Ага. Ну, не знаю... Собачки, прям, скажем, никого особо не удивишь. А вот хищник это... Ну, смотря как. Я работаю над этим, чтобы удивить. Ну, любишь медведей? Ну, я пробую себя, не знаю. Мне всегда интересно попробовать что-то новое. И... Я правильно понимаю, что у вас сейчас впервые, ну, в основном, в истории отечественного цирка параллельно идут две программы. Да. Мы пошли на эксперимент. Одна с животными и другая без животных. Мы пошли на эксперимент. Во-первых, первый раз в истории, наверное, большого московского цирка брат Аскольд Запашный, внимание, человек, всю жизнь работающий с животными, решил поставить программу без животных. То есть для тех людей, которые говорят о том, что вот русский цирк, вот он замкнулся вот в одной, так сказать, сфере, он сделал постановку без животных. Программа называется UFO, как НЛО, перевод НЛО, где действительно представлены возможности человека. Причем люди совершенно разные, а некоторые из них в цирке никогда не работали вообще. А вторая программа без понятия, она более, наверное, классического варианта, но она с историей. История молодого клоуна, который в своей старости вспомнил свою молодость и показывает на манеже, каким он был молодым, как он работал всю жизнь в цирке с некой философией. Виктория, а что будет делать Тайсон? Сейчас вот он, понятно, что он ест сгущенку и колбасит так в легкую. Вот какого это будет артист ремесла, какой специализации, кого вы из него будете делать? Ну, есть весьма такое мнение, что медведь очень неповоротливый, такой несообразительный. И, в принципе, наша задача это все опровергнуть, что медведь это очень мыслящее, очень разумное существо, которое может решать различные логические задачи. То есть у нас можно взять, выбрать человека, и он задаст лабиринт ему задачу, и медведь это быстренько решит. У них есть аппарат, где человек может построить лабиринты. Медведю дают шайбу, и он через очень короткое время эту шайбу выводит на выход. Это правда. А вот сложнее для дрессуры кошки, ну, я говорю про кошек, понятно, про кошек запашного. Больших. Да, в смысле тигры-львы или медведи. В чем вообще вот здесь нюансы? Нюансы есть и очень большие. Медведь более скрыт в своих эмоциях. То есть медведь не дает себя распознать. Он эмоционально, если вы видите, фактически не меняется. В такой же обстановке, атмосфере внутри, он может тут же напасть на тебя. Кошку все-таки можно увидеть, он начинает напрягаться, шерсть, там, уши прижимает. Вы говорили, что тигры только невозможно просчитать, а льва можно. Или наоборот, или опутать. Нет, нет, я сейчас про обоих могу говорить. Львы и тигры. Тигры, наверное, даже более эмоциональные, чем львы. Во-первых, потому что они одиночки. То есть он каждый сам за себя. Лев, большой лев, может показать своим самкам, мол, давайте, разбирайтесь. Я здесь посижу, но этот пассажир мне не нравится. По крышу. Да. Раз. Второе, крупный медведь, ну, если брать, там, гризли, камчатского медведя, он больше льва и тигра. А вот это какой медведь у нас? Это бурый. Бурый медведь, да? Просто обычный, такой русский бурый медведь. Ну, все равно, его вес будет под 300 килограмм. Но это коварное животное? Я считаю, что, конечно. Конечно, да, то есть вот он может затаить зуб и как-то вот вынашивать обиды. Давайте, мне самому сейчас интересно, маму с папой рвали медведя? Ну, конечно, это случаи бывают. Но в основном это, конечно, по ошибке дрессировщика. Какого рода ошибка? Ошибка? Чем она может быть связана? Ну, медведь это очень жадное такое животное, и она может обидеться, то есть, не знаю, ну, все дело в под... Ну, как бы... Сейчас он обидится, ему зубчатку не дают. Да, все, слежу, слежу. Ну, просто ситуации все не похожи друг на друга, и говорить, что это всегда именно так, тоже нельзя. То есть ситуации бывают разные и разного плана. Ну, все зависит от отношения, все рождается с детства. Я на своем примере, кого дрессировщика медведя лично знаю, у некоторых нет фалангов пальцев. Ну, дают медведю с рук, медведь там место меза раз за палец, фалангу откусил. Что же вы меня подставляли-то в гостевой, как кормил его? Этот медведь фалангу бы вам не откусил, максимум по локоть. Он пока только отнимает мороженое. А у вас родители оба, да, занимаются дрессурой? Да, у меня и мама, и папа работают. А вот династия у вас с родителей началась? С родителей, с папой. Второе поколение. А дедушка, бабушка что делали? Ну, они были... То есть у мамы родители инженеры, а папа мой с деревни. То есть он жил в деревне, рос. И потом, посмотрев цирк, он пошел в цирковое училище поступил, потом он встретил маму и забрал ее к себе. Ну вот вы приняли решение. Вы только с Забашиным советовались или с родителями тоже заниматься, мишками? Ну, конечно же, непосредственно с родителями, потому что мой папа дрессирует медведя уже 30 лет, и у него, конечно же, опыта больше. И он может много чему научить. А Эдгар, ты осколько поддержали нас в этой идее? Знаете, если бы, например, Виктория пришла бы и сказала, я не хочу работать с медведями, ну, допустим, то мне кажется, я бы наоборот включил себя и сказал бы, ты с ума сошла, имея таких родителей с таким багажом опыта. Человек, там, отец, который может научить тебя всему, ты отказываешься от работы с медведями, ну, это было бы несправедливо. Я бы ее еще уговаривал, чтобы она работала с медведями. А вот Куклачев у меня был, и он говорит, что вообще все вот эти разговоры и публикации о том, что с животными негуманно работать в цирке, это как бы, ну, условно говоря, заказ, условно говоря... Барба за рынок. Да. Я тоже так считаю. Да? Я тоже так считаю. Знаете, вот удивительный фактор. Я сейчас был в Мексике, отдыхал. А, не на гастролях. Нет, не на гастролях, просто был в Мексике. Вот я дыхаю запашный. Был в двух дельфинариях. Был в двух дельфинариях. Дельфины как такси работают. С берега на берег людей перевозят, перекатывают. На животе, на спине, стоя на дельфине, в ноги тебя буксируют. Буквально неделю назад Мексиканский парламент принял запрет о использовании животных в цирке. Так. А дельфинарии можно. Страна. А в Индии дельфинов приравняли вообще к разумным существам. И у меня тут же первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы закрываете цирк, потому что используются животные, почему вы тогда не закрываете вообще все? Служебное собаководство, коневодство, дельфинарии, все ветучреждения, все равно все тестируются препараты на животных сначала, прежде чем идут к человеку. Ну, уже не говоря о том, в каких условиях на фермах содержат тех животных, которые на забой готовят. Да, скотоводство, животноводство, там, куры те же яйца несут. И я вот понимаю, насколько цинично люди относятся к цирку, что цирк – это плохо, а все остальное можно. И я тут же понимаю, что ближайший сосед – это Канада, Соединенные Штаты, это цирк, который чистит под себя рынок. Логично. На уровне парламента проплачивают, вот и все. То есть это не борьба с использованием животных, это чистой воды борьба за рынок. Вот и все. Я по-другому это даже объяснить не могу. Виктория, а вот как вы считаете, если бы Тайсон не был бы таким скрытным, мог бы говорить и захотел бы сказать. И вот ему сказали, вот ты можешь сейчас выбрать, либо мы тебя выпускаем в подмосковные леса, либо ты вот здесь остаешься в нашей тусовке со сгущенкой и со всем прочим. Как вы считаете, что бы он сказал бы? Да я бы сказала даже по практике. Когда мы с ними гуляем в парке, то если, не дай бог, ну поскольку я девушка, бываю неаккуратно, у меня упадет поводок, когда он бежит, он бежит в цирк. Вот поэтому я думаю, что это можно читать ответом. Знаете, для меня самым ярким примером является мультик «Мадагаскар». Первая часть, когда пингвины, весь мультик все-таки рвались на природу. И помните тот кадр, когда стоят эти несчастные пингвины? Метель, холод, они стоят, полный привет. Ну потому что, знаете, людям кажется, что природа – это здорово. А по-настоящему вид животного вымирает с планеты Земля практически каждые 10 лет. Жесткая конкуренция, жесточайшая борьба за собственную жизнь. И людям кажется, что вот медвежоный бегает в лесу, а там одна мысль – где пожрать? И где пожрать в следующий раз? Вот это так. Ну что, конкуренция в природе, конкуренция в цирковом бизнесе, как мы выяснили. На этом мы ставим точку и переходим к нашей коде. Мы заканчиваем эфир такой игрой. Здесь фишки четырех цветов. Каждый из вас вытащит по фишке и такого же цвета выберет карточку. На карточке написаны вопросы. Когда я говорю каждый из вас, я Тайсона не имею в виду, потому что он по малолетству исключается. Ну, как-то неинтересно. Да, мы маленьких не допускаем, потому что вопросы здесь очень взрослые. Опа, опа, опа. Это производственные накладки бывают не только в цирке, но и у нас тоже. Так, Lady First, как территория. Отвлеку вас от зверя и сгущенки. Как желтая, любую желтую карточку. Выбирайте, какая. Допустим, которую подробно у вас. Да, зачитывайте. Нет, нет. Вчера ответит. Неловкий вопрос. Да. Уходили ли вы из заведения, намеренно не оплатив счет? Или что-нибудь прихватив на память? Так. Опа. Неловкий вопрос. Ну, так было. Так, попомню, подумаю, подумаю. Говори честно. Честно? Ну, конечно. Это же мы, мы же, мы же правда, это же игра в правду. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Да, нет. Мне бы хотелось уйти. Я не знаю, не оплатив счет, а прихватив что-нибудь с собой. Ну, так я, честно говоря, не знаю. Все еще впереди. Да, все впереди. Ваши годы все еще впереди. Энгар, теперь ваше очередь. Что же у вас там, я-то думал? Разные бывают. Желтые. Опять желтые. Давай теперь, я помажусь. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле в кино? Да. Ну, кино это нормально. Ничего себе. Это сейчас вот режиссер конкретного кино. Хотел бы знать. Нет, ну, кино это я спал. Причем я знаю все кинотеатры в Москве, где откидываются вот эти. Я прям раскладывался и нормально так. А на театре я один раз спал на очень известном артисте. Не буду говорить, какой. Ну, вот. Я пришел, я пришел. Ну, такой неинтересный спектакль. Ну, такая, ну, дядь. Я сидел, ну, через час, а я сидел в центре зала и не уйти. Знаете, что я сделал? Честно призвать. Я вот так вот взял руки, под родок, вот так. И я уснул. Девушке своей сказал, я говорю, толкни меня в антракцию. Она меня дым. Я проснулся, все. Спасибо, здорово. Брат подходит, говорит, как ты это смотришь? Я говорю, в смысле? Он говорит, я смотрел, не знал, как уснуть. Говорит. А во семейный поход. Да, да. Он говорит, ты так внимательно весь спектакль просидел. Я говорю, а сколько? Я ему признался, что я вот так вот руки подставил. Антракт закончился. Мы так оба. Давай. И вдвоем. Обещайте, что после эфира расскажете. Скажу, сейчас я скажу, что за спектакль. Никто не сможет заснуть ни на одном из спектаклей братьев-запашников. Никто не сможет заснуть в цирке. Потому что цирк – это самое важное из искусств. Как мы сейчас выяснили. Не только для медведей. Огромное вам спасибо. Спасибо вам огромное. И вам тоже. К тайсену, само собой. Субтитры сделал DimaTorzok